МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа День города. Смотрите выпуски. Понисходящие тяжких преступлений в регионе все меньше. Рубль за два. Новую программу долгосрочных сбережений финансово поддержит государство. По стопам Робинзона Круза. Интерактивное путешествие отправит вас на необитаемый мост. Прокуратура Рязанской области подвела итоги работы за 2023 год. Так вот, по статистике, раскрываемость в нашем регионе одна из лучших. О статистических цифрах. Росте числа преступлений Валерий Седов. Убийств, тяжких и особо тяжких преступлений стало меньше. А вот, по словам заместителя прокурора Рязанской области Алексея Дикарева, количество краш, наоборот, увеличилось на 14%. Причем воруют чаще всего из магазинов. Выросло и количество мелких правонарушений. Употребление алкоголя в общественных местах, мелкое хулиганство. Но большая часть всех преступлений связана с наркобизнесом. Это 13% от общего количества всех правонарушений. Основная проблема состоит в выявлении организаторов и лидеров вот этих преступных групп, которые зачастую данные об их сервисах хранятся на иностранных серверах. И найти такое лицо регионального оператора, либо организатора организованной преступной группы крайне проблематично. К распространению наркотических средств в последнее время зачастую привлекаются также несовершеннолетние. В частности, в истекшем году зарегистрировано 13 таких фактов. Самые, если можно так выразиться, наркотические районы области – Скопин, Рыбная, Пронск и Рязань. На них приходится большая часть из всего оборота. К тому же злоумышленники используют преимущественно так называемый темный сегмент интернета. Теми же средствами пользуются и мошенники. Эти преступления тоже, кстати, в антитопе. Здесь отмечен рост на 18%. В регионе выработан комплекс мер, направленных на противодействие данным информпреступлениям. В частности, в настоящее время широко распространено электронное взаимодействие правоохранительных органов с банковскими учреждениями, а также с операторами сотовой связи, что позволяет в кратчайший срок получать необходимые для раскрытия преступления сведения. Кроме того, по инициативе управления Министерством внутренних дел региона создано программное обеспечение, представляющее собой централизованную базу данных, позволяющее определить серийность данных преступлений и принять незамедлительные меры для их раскрытия. «Отмечена и подростковая преступность. В прошлом году зарегистрировано около 100 случаев. Показатель пусть и снизился на 5 пунктов, это все равно большая почва для работы соответствующих служб», – заявил Алексей Дикарев. В целом же ситуацию можно назвать осторожно оптимистичной. Уже последние несколько лет Рязань занимает первые места по раскрываемости. В 2023, например, этот показатель вырос на 7%. Заемщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, теперь стало легче получить паузу в обслуживании долга. С 1 января можно уйти на кредитные каникулы сроком до полугода по любым кредитам и займам. Кроме того, также с начала года рязанцы могут получить от государства до 36 тысяч рублей в год. Это позволяет программа долгосрочных сбережений. Подробнее об этом расскажем далее. До изменений в законодательстве право на отсрочку по кредитам можно было получить лишь в отдельных случаях, например, в связи с пандемией или санкциями, а договоры должны были быть заключены в определенные сроки. Теперь же использовать меру поддержки можно по любым судам, причем вне зависимости от того, когда они были получены. Во время кредитных каникул банки и МФО не будут начислять штрафы, кредитная история человека не испортится. Правда, проценты на остаток долга все же придется заплатить. Заемщик при этом должен относиться к одной из двух категорий. Его доходы снизились более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, или же он пострадал во время чрезвычайной ситуации – наводнения, пожара или иной катастрофы. Право на кредитные каникулы по любой из этих причин можно подтвердить документально, подавая заявку. Также нужно учесть установленные лимиты. Например, по кредитным картам ограничение теперь составляет 150 тысяч рублей, по автокредитам 1 миллион 600 тысяч, по остальным потребительским кредитам 450 тысяч рублей. Еще одно новшество позволит увеличить собственные накопления. Программа долгосрочных сбережений – это возможность получать дополнительный доход или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. Для этого нужно заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом и начать отчислять туда взносы. Внесенные средства, включая доход от их инвестирования, будут застрахованы на сумму в 2,8 миллиона рублей. Сформированные средства НПФ будут вкладывать в государственные ценные бумаги, корпоративные облигации, акции и прочие финансовые инструменты. Но главное – участники программы получат софинансирование от государства до 36 тысяч рублей в год. Если доход человека до 80 тысяч рублей в месяц, доплата составит 1 к 1, то есть по рублю на каждый вложенный рубль. Для получения максимальной доплаты в 36 тысяч рублей в год нужно инвестировать в программу 3 тысячи рублей в месяц собственных средств. При доходе от 80 до 150 тысяч рублей доплата составит 1 рубль за 2 инвестированных рубля. При доходе выше 150 тысяч рублей по рублю за каждые 4 вложенных рубля. Эти доплаты государство будет перечислять в течение 3 лет при вступлении человека в программу в первые 3 года ее действия. Участвовать в программе долгосрочных сбережений могут все граждане от 18 лет. Еще один способ получить дополнительную выгоду – воспользоваться правом на налоговый вычет, вернуть часть уплаченного за год подоходного налога. Главная цель программы, по словам заместителя управляющего Рязанским отделением Банка России Елены Морозовой, научить людей копить, а не рассчитывать, например, только на кредиты. К слову о накоплениях, на этот раз пенсионных, в этом году их повысят в большинстве своем на 7,5%. Более подробно в нашем следующем сюжете. Хорошие новости более чем для четверти жителей региона. Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют. Это коснется 278 тысяч жителей. После индексации размер фиксированной выплаты составляет 8 тысяч 134 рубля, а размер пенсионного коэффициента – 133 рубля. Средний размер страховой пенсии по старости в регионе после индексации равен 19 тысячам 964 рублям. Обращаем внимание, что это общие показатели. Количество пенсионных коэффициентов у каждого пенсионера свое. Соответственный размер пенсии у всех индивидуален. На эти же 7,5% проиндексируют и будущие пенсии работающих россиян. Увеличится и сам этот пенсионный коэффициент со 123 рублей до 133, без учета копеек. На 7,5% увеличат и маткапитал. А вот на рост других выплат повлиял увеличением род. К ним относятся, например, повышение детских пособий. В целом, в новом году пройдет расширение проактивных услуг социального фонда. То есть предполагается, что гражданам уже не нужно будет самостоятельно обращаться за назначением выплат и предоставлять документы. Соцфонд будет сам оформлять меры поддержки на основании данных, которые поступают через систему межведомственного взаимодействия. Уже с января фонд переходит к оформлению в беззаявительном порядке социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильца. Фонд будет назначать выплаты в течение пяти рабочих дней с момента получения сведений о потере кормильца. Данные будут поступать из ЗАГС. Также с этого года социальный фонд начнет оформлять в проактивном формате надбавки к страховой пенсии за стаж работы в районах Крайнего Севера. После принятия решения о перерасчете граждане получат соответствующее сообщение на портале госуслуг или по почте в течение трех рабочих дней. В Рязань приехали новые автобусы. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Павел Малков. Накануне праздников в город поступила партия из 25 машин. Все автобусы большого класса на газомоторном топливе. Современные и экологичные. В ближайшее время они выйдут на маршруты. В этом году, по словам губернатора, Рязань получит еще 28 новых автобусов. В Рязанской областной детской библиотеке для учащихся школы номер 10 провели самое настоящее путешествие-приключения. На интерактивном мероприятии ребята узнали о необитаемых островах, освоили навыки выживания и познакомились с Робинзоном Крузо. Вот четверо русских моряков когда-то в 18 веке прожили на одном из таких островов целых 6 лет. Представляете, в условиях севера, Арктики, без пороха, с медведями с белыми, без соли. Вот ведь герои. И выжили их, спасли этих моряков наших. Реальная история об отечественных Робинзонах, рассказ о том, какие необитаемые острова бывают и как вообще можно выжить в сложных условиях в одиночку. В увлекательное виртуальное путешествие школьников отправляют сотрудники отдела искусств Рязанской областной детской библиотеки. Действительно, тема исключительно интересная. Наверное, нет человека, который бы хоть раз в жизни не захотел побывать на необитаемом острове. И именно здесь начинают задумываться, а почему именно необитаемый остров им хочется? Почему? От этой суеты или что-то там необыкновенное присутствует. Вот мы об этом говорим. Мы говорим о том, какие существуют вообще острова. Они видят все это на экране. Они видят фрагменты из фильмов. Например, из фильма «Песни о необитаемом острове» Рыбникова. Прекрасная совершенно есть. Сказка-ложда в ней намек произносит прописную истину гиды. Ведь история даже того самого Робинзона Круза из романа Даниэля Дефо учит детей самостоятельности и сообразительности, когда рассчитывать можно только на себя. Кстати, на создание приключений на необитаемом острове сотрудников библиотеки вдохновила книга Николая Назаркина. У нас в отделе существует воскресный клуб. Он уже 13-й год работает по воскресеньям. Где не только мы рассказываем детям что-то интересное каждый раз, но потом еще проводим мастер-класс на эту тему. И также эти книги мы используем для клуба. Потому что там дети 6+. То есть вот такая возрастная категория. Но приходят и постарше детки. Каждые выходные в острове Сокровищ новое книжное приключение. Клубе ждут всех желающих. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Рождественские морозы, кажется, остались позади. Комфортная температура около 10-15 градусов установилась в регионе сразу с началом рабочей недели. Надолго ли? Расскажу далее. Не успели жители Центральной России выдохнуть после лютых морозов, сковавших некоторые регионы в новогодние выходные. Как прогноз, снова предостерегает. К Старому Новому году, то есть уже к ближайшим выходным, мороз вернется. Период сильного похолодания, приходящийся на вторую половину января, принято называть крещенскими морозами. Климатическая аномалия наблюдается не ежегодно, но обычно присутствует в большинстве регионов Российской Федерации. В 2024 году период крещенских морозов придется на 14-21 января, но может продлиться и дольше. В атмосфере над ЦФО сразятся циклоны и антициклоны. На стороне циклонов теплая воздушная масса с курортов Средиземного моря, а в арсенале антициклонов – ледяной воздух из Арктики. С ним жители нашего и соседних регионов уже успели познакомиться в новогодние каникулы. И хотя ни одного температурного рекорда нынешние холода не побили, но синоптики констатируют удивительный факт – первая пятидневка января 2024 – самая холодная за последние 80 лет. И хотя с выходом рязанцев на работу потеплело почти на 20 градусов, температура все же остается ниже климатической нормы. Тот самый Средиземноморский циклон принесет кратковременную оттепель буквально на один день – в четверг. Столбик термометра будет около нуля. И также стремительно вернутся морозы в ночь на 14 января на Старый Новый Год. Нас ждет 20-ти градусный холод, а уже днем в воскресенье – минус 8, минус 13 и снегопад. На этом у меня все новости. С вами была Марина Романюк. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!